Какая будет атомная масса следующего по сложности атома? Чему будет равна? Атомная масса 6. Конечно 6. Откуда берется 6? 4 плюс 2. 4 плюс 2 не удерживается. Еще один нейтрон и один протон. Именно так. 3 плюс 3. Сколько протонов? 3 протона, 3 нейтрона. Общая сумма 6. Но чтобы разобраться, что начинать с этой стороны, придется нам полозиться с совершенно другой моделью. Уже не папа, мама и дети. Модель будет у нас другая. Жил-был пастух, завали его ядро. И были у него козы электроны. Пастух был немножко не в себе. Здесь я надеюсь, это внешний вид понятно. Привязывал всех коз к одному колышкам. Он в серединке колышек забит. И каждая коза привязана резиновым шнуром к колышкам. Помнишь, что козы разные? Чем это чается? Сильем и правильным. Сам садился на стулчике посередине. Сел он как раз в районе этого колышка. В руках ног держат. Дает ли пастух козу, устанавливается хоть на секунду? Нет. Вечное движение. Теперь смотрим, а почему это будет приводить. Если козе дать мулю, то она, естественно, убежала. Но ее клещки больно и приятно, она подрала. В рамках атома, штурма и электрома, потенула. И все. Но газон держит привязь. В этой модели привязь – это резиновый шнурок, а в атоме что это за привязь? Это силу притяжения. Сила притяжения какого? Гравитационного? Нет, нет. Электростатического. Сила взаимодействия разноименных зарядов. Посту гоняют, остановиться они не могут. При этом стараются держаться поближе к пастуху или подальше? Подальше. Подальше. А теперь давайте подумаем, у всех ли это получится одинаково хорошо? Нет. Коза-то равна. Энергии-то у больной козы мало? Поэтому сможет ли она сильно растянуть шнурок? Нет. Нет. У нее просто не выйдет. А у нормальной козы? Нет. Смотрите, траектория движения первой и второй козы будет спадать или будет отличаться? Отличаются. Отличаются. А как по-вашему, а Шваркснеггер где будет? А Шваркснеггер еще дальше. В результате, что мы получили? Мы получили интересную штуку. Сирия электроны должны крутиться в одной области пространства. Нет, нет. А в зависимости от чего? От силы. Так не сила. От энергии. Не путайте. Это два совершенно разных понятия физики. Электроны в атоме распределены по энергетическим уровням. Первым считается уровень самый близкий к едру. Там будут сидеть какие электроны? С какой энергией? С минимальной. Самые низкие энергии. А самые внешние электроны, это электроны с какой энергией? Конечно, с максимума. А сколько всего максимум может быть энергетических уровней? Как по-вашему, от чего это будет зависеть? От энергии. От размера? От размера точно. От нашей ядра. Ведь от чего зависит количество электронов, которые данный атом включает в себя? От чего? От чего? Конечно, они тронут. Не тронут. Кто критер? Протон. В результате самых тяжелых атомов, самых тяжелых элементов, там больше ста электронов, наверное. И они будут распределены уже на много-много разных энергоуровней. Это понятно? Ну а у простых элементов количество энергоуровней ограничено. Мы с вами будем разбирать, на самом деле, устройство атома не только первого уровня. К первому уровню относятся только два вещества, только два химических элемента. Как по-вашему, может ли у водорода и гелия быть более одного энергоуровня? Ну, давайте вспоминать. У водорода нет, а у гелия может. Может, да? Там два протона, я беру два. Два электрона. На что сделают эти два электрона? Они будут берут в одной орбите. По одной орбите. Откатая орбита, которая будет находиться подальше от ядра или на самом близком расстоянии? На самом близком расстоянии. У водорода и гелия электроны на самом низком, на первом энергоуровне. А вот у всех остальных можно ли на этот уровень еще засунуть электрон? Нет. Нельзя. Элемент номер три – литий. Металл – литий. Атомная масса – шесть. В ядре – три протона, три нейтрона. Всего сколько электронов у литий? Шесть. О, три. Три? Отлично. А вот теперь давайте подумаем, как они будут распределены по энергоуровням у лития. Самый разор, самый разор. На разных уровнях. На разных уровнях. На первом, самом низком уровне, сколько у лития будет электрон? Два. Два. А на втором более высоком? Один. Один. Нет, у него же всего три электрона. На первом энергоуровне, рядом с литиями, парочка, спаянная электронная облака. А вот на втором уровне, электрон с уже большей энергией, это второй энергоуровень. И у лития он будет в одиночку. Вот так понятно? Да. Ну, для начала более чем достаточно. Немножко покрутите в голове эти модельки, которые мы с вами разобрали, если они для вас новенькие. Если возникнут какие-то вопросы, внимание, смотрим. На самом деле лучше всего, когда у вас по когу нашей работы возникают вопросы. Вот сейчас у кого-нибудь вопросы есть? Если есть, давайте. Дело в том, что, как по-вашему, какие электроны сначала притягивать ядро будет? Те, которые имеют большую энергию, или те, которые имеют меньшую энергию? Меньшую энергию. Меньшую энергию. Значит, какие уровни будут заведомо всегда заполнены? То есть, там будет столько электронов, сколько там вообще может. Первый. Первый, низкий. Поэтому на самом низком первого уровня были два электрона, а уровень повыше в следующей ступеньке. Так? А сколько может быть ядер максимум? А теперь подумайте, что вы сказали. Чуть. К уровню электронов. А, энергоуровни? Я уже отвечал на этот вопрос. На самом деле у тяжелых элементов может быть много энергоуровни. Сикл. А вы не знаете, когда снимают успешный фильм какой-нибудь, и когда касса у фильма оказывается достаточно вреда, что делают производители этого фильма, продюсеры? Снимают его продолжение. Как будет такое продолжение называться на языке Голливуба? Сикл. Сикл. А если и сикл набирает много денег, тогда что делают? Треть еще. Треть еще. Треть еще. Так? А потом квадрикулы и так далее, и так далее. А что у нас, кроме того, что он был слегка не в себе, был еще такой мечтатель? Сделан себе такой цирковой манеж. И теперь каждая коза, так? Вот если коза имеет большую энергию, хочет отступить. У нее хватает сил, чтобы сильнее растянуть шмот. Что она должна сделать? Прыгнуть. Прыгнуть на следующую ступень. Может ли коза бегать между ступеньками? Нет. Нет. Поэтому переход с уровня на уровень возможен такой постепенный, плавный, или только скачком? Есть там скачком. Только скачком. Вот никаких промежуточных энергий у электронов не бывает. Если уж на первом уровне, то там сидишь. Если на втором уровне, то там сидишь. На третьем уровне, там сидишь. А козы же могли устать и не. Это волшебная коза электроны. Мы говорили с вами, электрон никогда не останавливается. Как всегда, нашелся народный целитель, пожалел больную козу, ей больше всего достается, откорректировал ей по фотографии биополя, очистил ей карму, избавил от тяжелой, неправильной кармы и накормил волшебными биологическими добавками. Ну и как по-вашему, как это сказалось на активности козы? На активности козы. Да, она увеличила энергию. Если она увеличила энергию, что должно произойти? А то, что произойдет? Она прыгнет на следующую ступеньку. Таким образом, если взять и накормить электрон, так? А чем? О, после обеда будем разбираться. Как накормить электрон? Значит, что произойдет с электроном, если его накормить? Куда? На следующую энергоуру. Да, если есть, то обоим. Угу.